Уважаемый Ментимер Шарипович, уважаемые участники заседания группы стратегического видения, трудно найти место, которое лучше, чем Булгар, служило бы отражением идеи встречи России и исламского мира. Как и другие члены группы стратегического видения, я нахожусь под глубоким впечатлением от увиденного и услышанного здесь. Надеюсь, что наши иностранные гости по возвращении домой поспособствуют тому, чтобы во всем исламском мире знали и помнили об этой части мирового культурного наследия, памятники исламской истории и строящейся самой северной исламской академии. Хотел бы отметить, что культурно-религиозный проект «Великий Булгар» едва ли обрел бы столь достойное исполнение, если бы не многолетние последовательные усилия его инициатора, государственного советника республики Татарстан, Ментимера Шариповича Шаймиева, который вместе с недавно ушедшим из жизни Евгением Максимовичем Примаковым стоял у истоков нашей группы стратегического видения и был ее сопредседателем. История Поволжского региона России, как и всей нашей страны, служит доказательством тому, что гармоничное сосуществование и взаимодействие в государственном строительстве между людьми разных верований, включая и христиан и мусульман, разных этнических групп может быть не кратковременной паузы между постоянно возобновляющимися конфликтами, а устойчивой многовековой реальностью. Фактом является то, что Россия не знала религиозных войн, целью которых было бы вытеснение представителей другой религии со спариваемых территорий или насильственное обращение их в свою веру. В отличие от современной западной части Европы, перед нами не стоял и не стоит вопрос о выборе между мультикультурностью, если понимать под ней раскол общества по этно-религиозному признаку, и ассимиляцией, то есть принуждением отказаться от своей идентичности. Россию миновала участь стать государством нации. При том, что, несмотря на огромную территорию, наша страна давно вышла из исторического этапа территориальной раздробленности, идентичность ее жителей сложилась как многослойная, но в то же время целостная, не обреченная на внутренний конфликт. Рядом, а зачастую над самоощущением человека в качестве мусульманина или христианина, татарина или русского, у нас стоит особое отношение к государству как гаранту неприкосновенности личного религиозного и этнического самоопределения. Чем прочнее было это государство, чем успешнее достигался идеал равноправного согражданства в нем, а это бывало, конечно, не всегда, тем устойчивее был российский тип многоуровневой идентичности. Успеху российского межкультурного симбиоза способствует высокая степень совместимости базовых ценностей народов нашей страны. Укоренившиеся в России традиции, как православная, так и исламская, известны неодобрением индивидуализма, поощрением самореализации человека через осуществление его не только индивидуальных, но и коллективных прав и, соответственно, популярностью внутри этих традиций идей социального государства. По тем же причинам у нас воспринимается как привычное нравственное самоограничение индивидуальных прав. Наше общество не раскалывается, а объединяется отношением к поведению, отрицающим это самоограничение. Эмблемой такого поведения стал Шарли Эбдо и отношение к нему в России – это отношение однозначного осуждения. Размышления над российской моделью идентичности, осознание человеком своей принадлежности к той или иной общности приводит меня к выводу, с которым в России согласны многие, но не все. И я хотел, чтобы на этот вывод вы обратили внимание. Считаю нашу модель ближе к ее исламскому, а не западноевропейскому аналогу. Чтобы быть россиянином, не надо перестать быть татарином, этническим, русским, башкиром или калмыком. Нашему народу чужда идея о том, что этническая принадлежность – это помеха развитию, пережиток трейбализма, что современное государство может быть только правовой конструкцией, так называемой гражданской нацией. Попытки навязывать нам эту идею, а она служит одной из опор Европейского Союза, предпринимались многократно, но знаменательно, что эта идея не приживается у нас, не закрепляется в общественном сознании. В то же время, российский многонациональный народ – это не арифметическая сумма народов, проживающих в нашей стране, и не выражение их договоренности между собой, которая, как всякая договоренность, носит временный и условный характер. Это живой организм, субъект истории, общность как всех граждан, так и всех народов России. Чтобы ощущать себя россиянином, гражданин нашей страны не обязан немедленно или постепенно подстраивать под какой-то новый стандарт свою духовную жизнь, в которой реализуется его свобода совести. Он не обязан менять или подправлять в чем-то свои религиозные верования или нерелигиозные убеждения. Не обязан принимать, как это все более определенно и жестко требуется в Евросоюзе и США, некую сумму ценностей, будь то республиканские ценности во Франции, общеевропейские ценности во всем Европейском Союзе или политкорректность в англоязычных государствах. Такой набор ценностей постепенно расширяется, становится все более обязательным и все в большей степени вторгается в сферу свободы совести, теснит религию, пока главным образом христианство, но только пока. Европейское национальное государство переживает кризис, но это кризис именно конкретного исторического типа государства, а не межцивилизационных и межрелигиозных отношений в глобальном масштабе. Это не столкновение цивилизации, а проблема Европы, Западной Европы. Мы в России и вы в ваших странах не являемся участниками этого конфликта. Нам с вами этот кризис не безразличен, но тем не менее важно понять, что не мы его участники. Вместе с тем опыт наших стран в строительстве многонациональных и поликонфессиональных государств и обществ имеет немало моментов схожести. И как мне представляется, интерес для обсуждения в рамках нашей группы стратегического видения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok